Работа мышц 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 тянет за лучевую кость и поднимает предплечье. В это время трицепс находится в расслабленном состоянии и удлиненном состоянии. Происходит поднимание руки. Для опускания руки трицепс сокращается, увеличивая свой объем его сухожилия, тянет за локтевую кость. В это время бицепс находится в расслабленном состоянии и удлиняется. При удержании тяжести на вытянутой руке бицепс и трицепс напряжены одновременно. В данном случае они работают как синергисты. Мышечная ткань обладает следующими свойствами. Возбудимость. Это способность реагировать на нервные раздражители, импульсы. Растяжимость. Способность увеличивать длину при уменьшении толщины. Сократимость. Способность уменьшать длину при увеличении толщины. Эластичность. Способность принимать прежние положения после растяжения. Работу основных мышц рассмотрим на примере мышц плечевого пояса. Плечевой пояс не только соединяет кости рук со скелетом туловища, но и существенно расширяет амплитуду движений руки. При этом используются сильные мышцы туловища. Это обстоятельство благотворно повлияло на развитие трудовой деятельности людей. Плечевой пояс, пояс верхней конечностей, пара лопаток и ключиц и мышц, обеспечивающих опору и движение верхних передних конечностей. Мышцы плечевого пояса следующие. Дельтовидная мышца. Поверхностная мышца плеча, образующая его наружный контур. Принимает участие в сгибании и разгибании плеча, отведение руки в сторону. Название дельтовидное происходит по схожести треугольной формы мышцы с греческой буквой дельта. Значит функции сгибает, разгибает, отводит руку. Надосная мышца. Начало от одноименной ямки лопатки прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функции отводит плечо от туловища. Подосная мышца. Начало от подосной ямки лопатки прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция вращает плечо наружу. Малая круглая мышца. Начало от наружного края лопатки прикрепление к большому бугорку плечевой кости. Функция вращает плечо наружу. Большая круглая мышца. Начало от наружного края лопатки прикрепление к гребню малого бугорка плечевой кости. Функция. Тянет плечо вниз и назад, одновременно вращая его внутрь. Под лопаточная мышца. Плоская треугольная мышца, состоящая из отдельных мышечных пучков, между которыми находятся фасциальные прослойки. Основание треугольника залегает параллельно краю лопатки, а вершина образована мышечными пучками, направленными в сторону плечевой кости. Функция. Вращает плечо внутрь. Работой мышц управляет нервная система. Она обеспечивает согласованность их действий, приспосабливает работу к реальной обстановке и носит рефлекторный характер. Сигналы от рецепторов по чувствительным нейронам поступают в центральную нервную систему. Оттуда по двигательным нейронам попадают к мышцам. Например, непроизвольное движение к звонящему телефону, одергивание руки от колючего предмета, коленный рефлекс, трудовые движения токаря, все спортивные движения. Все это работа различной сложности наших мышц. Мышцы, сокращаясь или напрягаясь, производят работу. Различают динамическую и статическую работу. Статическая – это активная фиксация органов относительно друг друга и придание определенного положения телу. При этом мышцы развивают напряжение без изменения своей длины. Динамическое – это смещение одних органов относительно других, перемещение тела в пространстве. При этом мышца изменяет длину и толщину. Для работы мышечного волокна необходима энергия. Поэтому там происходит окисление органических веществ, в первую очередь глюкозой, в результате чего и выделяется энергия. Более подробно о деятельности мышц узнаете из видеофрагмента. Деятельность мышц требует больших затрат энергии. Ее источником является АТФ. Тем не менее, энергии, запасенной в высокоэнергетических связях этого соединения не хватает надолго. Источником энергии, необходимой для воссоздания АТФ в мышцах, является фосфокреатин. Во время распада креатина фосфата выделяется креатин и энергия, которая затем используется для синтеза АТФ. При интенсивной активности мышц запасы фосфокреатина быстро заканчиваются, поэтому он должен постоянно регенерировать. Основной процесс эффективной регенерации АТФ – это расщепление органических веществ, в основном углеводов и жиров, в присутствии кислорода. Этот процесс называется клеточным дыханием, которое происходит в митохондриях мышечных клеток. На последней стадии процесса дыхания водород связывается с атомом кислорода и образует молекулу воды. Кислород транспортируется в мышцы вместе с кровью и запасается при связывании с миоглобином, белком, сходным по своей структуре, с гемоглобином. Для поддержания жизнедеятельности мышц в состоянии покоя достаточно кислорода, поступающего с кровью, но по мере увеличения нагрузки на мышцы используются запасы кислорода, связанные с миоглобином. Если активность мышц очень интенсивна и запас кислорода в миоглобине уменьшается, то количество поступающей крови становится недостаточным и запускается еще один механизм. Атомы водорода транспортируются не на атомы кислорода, а на продукты метаболизма запасных веществ. В результате этой реакции вместо воды получается молочная кислота. Если избыточное количество этого соединения накапливается в клетках мышц, то активность мышц нарушается и мышечная ткань загрязняется, и наступает усталость мышц. Слабая активность, боль и неподвижность. Длительное мышечное напряжение приводит к развитию утомления. Утомление – физиологическое состояние временного снижения работоспособности, возникающее в результате работы мышц. Переходим к практической части нашего урока. Лабораторная работа. Тема – изучение процесса утомления мышц при статической и динамической работе. Цель работы – исследовать зависимость работы от частоты мышечных сокращений. Оборудование. Секундомер, груз массой полтора килограмма и три килограмма. Ход работы. Опыт первый. Утомление при статической работе. Испытуемый берет груз массой полтора килограмма и держит его в руке, отведенную в сторону под прямым углом к туловищу. На уровне вытянутой руки сделана отметка на доске и включается секундомер. Наблюдается отклонение руки от отметки на доске. Фиксируется, за какое время произошло утомление мышц. Испытуемый берет груз массой три килограмма. На уровне вытянутой руки сделана отметка на доске и включается секундомер. Наблюдается отклонение руки от отметки на доске. Фиксируется, за какое время произошло утомление мышц. Опыт второй. Утомление при динамической работе. Испытуемый поднимает груз массой полтора килограмма до сделанной метки и делает движение рукой в удобном для него темпе. Наблюдаем за какое время. Наблюдаем за какое время. Испытуемый поднимает груз массой три килограмма до сделанной метки. И может делать движение рукой в удобном для него темпе. Наблюдаем за какое время произойдет утомление. Результаты обоих опытов оформляются в виде таблицы. При статической нагрузке с использованием груза массой полтора килограмма у испытуемого утомление наступило через 80 секунд. А при использовании груза массой три килограмма через 40 секунд. Вывод. При статической работе суставы обычно закреплены. А это возможно, если одновременно сокращаются мышцы противоположного действия. От статической работы человек устает значительно больше, чем от динамической. Главная причина большей утомляемости статической работы заключается в том, что постоянное напряжение одной и той же мышечной группой и связанной с ней группой нервных центров затрудняет устранение тех изменений, которые возникают в клетках во время работы. Другая причина большей утомительности статической работы в затруднении кровообращения в статической напряженной мышце. При этом продукты рабочего обмена, накапливающиеся в мышце, удаляются током крови медленно, нарушая нормальные процессы жизнедеятельности в мышцах. Подведем итоги урока. Работа – необходимое условие существования мышц в состоянии активного напряжения. Мышцы могут выполнять два типа работы – динамическую и статическую. Эти типы работы обычно совершаются одновременно. Одни мышечные группы выполняют динамическую, другие – статическую работу. Утомление – это неспособность мышцы какое-то время выполнять привычную для нее работу. Оно возникает при слишком долгой работе мышц. Во время отдыха кровь уносит из мышц вредные вещества, они восстанавливаются и снова могут выполнять свою работу. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok